Друзья, в интернет-магазине запчастей yulsan.ru вы не только можете заказать запчасти для вашего автомобиля по очень низкой цене, но и начать свой собственный бизнес, просто кликнув на вкладку «Франшиза». Более 150 магазинов по всей России, и вы можете открыть свою точку продаж. Все, что нужно, это опыт работы в автомобильной сфере, помещения от 15 квадратных метров и первоначальные вложения, исходя из численности вашего населенного пункта. Так что теперь и вы можете начать зарабатывать вместе с yulsan.ru. Все ссылки в описании. Ребят, всем привет! Значит, сегодня будет все по-серьезному. Сегодня не будет кучи машин, сегодня не будет каких-то там улюлюканий, эгегеканий. То есть у нас есть Chevrolet Niva, у нас есть Audi 100 с полным приводом Quattro. Есть бородач, который пытается показать, что у него меньше удельное давление на грунт, чем у меня, потому что я везде проваливаюсь, хотя он тоже. И, значит, расскажу про участников. Значит, автомобиль Chevrolet Niva имеет постоянный полный привод. И вот здесь есть дифференциал, который, если не заблокирован, то, допустим, вывесилось у нас одно колесо, оно и будет буксовать. Если мы блокируем дифференциал, то, соответственно, 50 на 50 у нас крутящий момент распределяется по осям. Плюс есть еще пониженная передача, потому что, ну, как с этим двигателем дохлым, без пониженной. Палычка, прекращай. Все. Есть Audi 100 Quattro. Здесь постоянный полный, но поскольку посередине находится дифференциал Torsen, то это как бы уже Niva с заблокированным центром. Но не 50 на 50, точнее 50 на 50 по умолчанию, но он может этот момент распределять. Причем не просто распределять по принципу свободного дифференциала, кто не знает, посмотрите. А распределять по умному, то есть вот эта ось у нас стоит, допустим, на льду, вот эта ось у нас стоит, ну, вот по снегу, да. И отсюда крутящий момент, ну, не весь, но большая его часть будет перебрасываться вперед, то есть туда, где он необходим, где есть зацеп. Вот такая хитрая штука. Плюс в задней оси есть межколесная блокировка, которая работает до 20 км в час, потом отключается. Надеюсь, сегодня не пригодится. В целом, два автомобиля. Здесь больше дорожный просвет, здесь меньше дорожный просвет. Здесь коротенькие свесы, здесь большие свесы. Плюс еще, вот я здесь активно цепляю выпускной системой, еще чем-то. Ну, в общем, что? Насколько мощнее, я в два раза. Да, но при этом здесь 80 лошадей, здесь 160, ну, по факту даже сейчас побольше. Но на Ниве есть понижайка. Но на Ниве есть понижайка, которая, да, конечно же, ей поможет. Так вот, ребят, поможет ли, в общем-то, хитромудрый Торсен, вот этот самый, сегодня, квадровой соточке, или все-таки победит отечественный внедорожник? Ведь мы знаем, что под брендом Chevrolet, Niva, в общем-то, отечественная абсолютно полностью разработка. Здесь от Chevrolet только логотип. Ну что, Павлович, поехали. Давай попробуем здесь хотя бы тронуться. Ну и... Кто окажется лучше? Да, у нас сегодня нет операторов. Сегодня мы сами за операторов, поэтому снимать, соответственно, все будем сами. Ну что, поехали. Ну, на Ниве есть блокировка межосевого центра, ты уже сказал, да? Да. И все преимущество Торсена сразу улетучивается. Нет, как раз преимущество Торсена в том, что он распределяет момент грамотно. Не надо, не момент, а скорость вращения у Павловы распределяется. Момент везде одинаковый. Что-то там Павлович Буробит. Поехали. Сейчас посмотрим, насколько уверенно тронется Шнива. Ну, в общем-то, я в этом не сомневаюсь. А, забыл сказать, забыл сказать, что резина зимняя и там, и там. У меня Амтелл, у Палыча Кордиант. О! Мазафака, а я застрял уже. То есть Шнива уехала, а я застрял. Мощь! Ха-ха! Мощь решает. Вон Палыч там уже скребет. Нет, я не застрял. Что? Моей клиент дальше попробуй. Нормально она поедет. А что это я буду пробовать? Давай ты пробуй. Ну, я еду, но тяжело. А я параллельно тебе. И вообще поедет. Поедет, конечно. Да легко. Вот сейчас подороже прям гребет. Палыч сомневается, что она поедет. А наперед и ездит. А, левее. Ну, давай левее. Ой, ребят, извините. Камеру, по-моему, что-то прилетело, да? Ну, едем, едем. Не пофиг там на Палыча. О, нет, 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 все. Я встрял. Я встрял, причем по полной. Потому что Палыч меня заманил. А? Я куда-то провалился мордой. И я провалился. Я прям вообще провалился. Прям провалился, провалился. Провалились и пробуем вперед. Ну, а я вперед уже не поедет. Она висит. Я сейчас попробую. Ты попробуй лучше назад. Морд, да, осела. Нет, я вперед хочу попробовать. Назад. Миво всегда успевает. Да? А вот квадро назад, мне кажется, уже в ряд. Ну, да. А, это у тебя еще не заблокированный, да? Да, я без него не буду. Давай. Ну, Палыча, по-моему, там повыше как-то. Я здесь замандился, по-моему, в самую-самую пургу. Понятно, ребят, что здесь мы не можем прям вот напрямую сравнивать эти две машины. Но просто вот такой вот спор у нас вышел. Я говорю, что квадро рулит. Палыч говорит, что да пошел ты, шнивы, круче. Ну, а, соответственно, почему бы это не поснимать и не показать вам? Что? По проходимости, конечно, шнивы круче. Ну, хотя бы из-за просветов. Вот пробуй вперед, заблокируй все. Сейчас заблокируй. Ну, мне кажется, если ты вперед попробуешь со всеми блокировками, ты потом даже и назад не тронешься. Попробуй сначала вперед, хоть чуть-чуть. Ну, у тебя вообще ничего не крутится. Да я повис. У тебя с этой стороны ничего не крутится. Не крутится. Ну, с той стороны, а с этой ничего не крутится. Может, блокировка не срабатывает. Во, с этой пошло. Ну, все, а ты приехал. Ну, в принципе, все. Мы выяснили, что с него проходим. И можно, короче, дальше не снимать. Уже двигаться в сторону горячего кофе и чая. Мне остается только выдернуть тебя и проехать по твоей колее. Давай. Или же остановиться в ней и попробовать из нее выбраться. Тогда будет все, победа и можно ехать отмечать это дело. Ну, а что тут долго? Времени. При этом, при этом, на диагоналочку Палыч отказался ехать. Не, легко. Потому что... Пройдут так же. Заходов подвески из-за инерции. Да? Ну, значит, сейчас поедем на диагоналочку. Да, легко. Ну, давай, дергай меня. Палыч думает, что унизить сейчас экватор. Не шепчись. Говорит, не шепчись. По факту, ребят, конечно, с Нивы танчка-то неплохая. Но. Мотора нет. Как бы... Ну, проходимость тоже зависит, естественно, от резины и от просвета. Просвет у стандартной Нивы, ну, не такой уж он и большой. А у Палычевой так и вообще. Она уже там вся попросевшая от времени. Уже все пружины, все-все старое уже. Но при этом, блин, все равно, вот смотрите, да. Здесь, конечно, только дорожный просвет сейчас решает. Здесь мы не можем показать сейчас преимущество полного привода квадро-оснащенную торсоном этим самым. То есть, ну, не можем. Просто потому, что вот-вот, бамс, и легли. И все. То есть, ну, вот дорожный просвет. Спонсор нашей динамички сегодня Палыч. Так как других спонсоров не нашлось. Готовы предоставить свои изделия. Поэтому будем рекламировать вот это изделие. Не скажу название. Это, короче, Палыч-трос. Палыч-трос. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вот это ударчики. Не все высокие технологии немцев позволяют им побеждать. Это было доказано в 41-м по 45-й год. И это доказано сейчас. А если у вас сюда пригнали? Ой, ну, при чем здесь у вас? Все в комментах напишут. А если гелик? Да, а я только хотел сказать. А если гелик? Слышь, ты не наезжай. И вообще он был не для Европы сделан, а для арабов. Гелик круче, чем у Азии. Это доказано уже не раз. Гелик оснащается тремя блокировками. Центра, задний межколесный и передний межколесный. Это бомба. Ну, собственно, вот где приехала Кватра. Надеюсь, Палыч помнит, что нужно остановиться. Так, так. Я вот специально сюда встану, чтобы он не проехал дальше. Ну, конечно, глянь, дорожного просвета хватает. Блокируй дифференциал? Нет, не блокируй. Свободно? Да иди ты. Свободный дифференциал против Торсена? Иди в пень, здесь дорожный просвет. Кого ты хочешь обмануть? Наши подписчики, не дураки. А правильно. А почему немцы не сделали дорожный просвет? Потому что это легковушка. А это тебе что, трактор? А это внедорожник. Какой это внедорожник? Для села. Почитай ПТС. Иди в пень, давай, едь. Палыч тут пытается высмеять, так сказать, легендарную машину. Да, 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 да. Катал где лун. Хрен тебе, бородач. Даже с дублокированным теперь хрен выйдет. Все. Ну ладно, хотя бы шевелишься. А вперед не смог. Да ходом, что ходом-то? Все. Поняли? Свободный дифференциал не победил Торс. А вот заблокированный уже получше пошло. Это при том, что у тебя дорожный просвет. Ну, и что? Что, что, ну как, что? Дорожный просвет, понятное дело. Вот и все. Поехали на диагоналку. Мы это сравниваем не дорожный просвет сейчас, а конкретно автомобиль. Диагональ. Ребят, мы приехали на диагоналки, вот пока решили не спускаться, спуститься, так сказать, пешком, посмотреть, что здесь. А тут вообще какая-то прям жесть-жесть. Жесть-жесть. Палыч, ну давай спускайся, все тебя уже ждем. Давай, блокируй все, что хочешь. Здесь у нас, кстати, ребят, две горки. Как бы вот и вот. Есть с диагоналками, есть прямая. Будем ли мы пробовать обе или только диагоналочки, мы сейчас посмотрим. Обо всяких новых покатушках можно узнавать в нашей группе в ВК. Ссылочка на нее есть в описании к этому видео. Так, а что это он ходом-то решил? А ходом разве честно было? Ну это, мне кажется, вот что-то он здесь схитрил сейчас. А что, ходом можно было? Надо было в натяг. В натяг-то у тебя шансов нет. О, в натяг теперь, просто заехать. Да, да! А у тебя ходом нет шансов, потому что ты бампера оторвешь сразу. На, держи камеру. Для этого и делают большой дорожный просвет и высокие бампера, чтобы можно было ходом препятствия преодолевать, а не упираться в них. Сейчас посмотрим, какие ходы подвески у Audi. Сильно она вывешивается или нет. Ну, на самом деле, машина достойна уважения. Сейчас таких уже не делают. Едет практически как Нива. Ну, единственное, что она, конечно, да, легковая, низкая, фасадная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А знаешь, почему? Легко. Потому что замерзло все, зацеп хороший сейчас. Зацеп хороший? А может, тогда попробуем вот на эту горку? Давай. Ну-ка. Ну, там просто ходом заходим. Диагональ – это хорошо. Я люблю диагональ, потому что у меня есть блокировочка жесткий. Очень жесткая диагональ – и лед. И лед. Я думаю, что никто из нас сюда не заедет. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Там лед вообще. Ну, это, конечно, мы лед порубим со временем. Со временем. Ну, здесь помощи при спуске нет. Что еще мне нравится в Ниве? Хорошая обзорность. То есть ты видишь. Помнишь, я тебя спрашивал, куда левее, правее, на чем мы-то спускались? По-моему, на Ку-5, да? Да. Я не видел вот этих боковин. Здесь я вывернул капот под скос, то есть видно все. Более хороший обзор. Класс. Тачка супер. Все. Все покупаем в Ниву. У меня с Ку-5. Подожди, подожди. Сколько тебе заплатила компания «Шевроле»? Да хороших людей мы и бесплатно рекламируем. Давай! Хороших людей. Да не, ребят, здесь заехать. Там диагональ и здесь диагональ. Да ну, это вообще нереально. Это надо такой ход набрать, чтобы здесь еще и... Да ну нет. Вообще без вариантов. И это я сейчас говорю не только про «Шниву», я сейчас говорю и про... Та-дам! Ну, мы, конечно, попробуем. Но вряд ли, вряд ли. Опа! Уже там мы не заезжаем. Все. То есть морда чуть наклоняется туда, заднее колесо отрывается от земли. Все. Классическая диагональ. Колеса буксуют и все. То есть колеса в воздухе и, соответственно, все. Так, ходом-ходом. А, попал на лед. Попал на лед. Все. А лед у нас здесь и здесь. Причем. То есть, ну, как бы без вариантов. Здесь, ребят, скорость должна быть такая приличная, чтобы здесь вообще залететь. Отходим. Вау! Прыжок! Третья попытка. И шнива одолевает горку. Посмотрим, на что способна сила квадро. Ой, грязный какой-то ржавый значок. Охрен. Здесь тоже нет системы спуска с горы. Но у меня есть понижайка. Я ее включаю. И это заменяет мне систему спуска с горы. И здесь нет такой обзорности классной. Вот он. Саныч. Он не видит. Он ни хрена не видит за длинным капотом. Хотел спросить у него, как обзорность. Ну да ладно. Он просто на тормозах так съехал. И нафиг система. Нужна. Здесь преимущество Audi будет в заднем дифференциале, который может блокироваться. Я думаю, он сейчас будет пробовать без разгона. Или с небольшим разгоном, чтобы попробовать показать преимущество дифференциала заднего. Не включился. Блокировка не включилась. Скользко лед. Третья попытка, как и у Шнивы. Третья попытка будет. Что-то пошло не так. Но вообще, если учитывать, что это легковой автомобиль, да, не предназначенный для бездорожья, немцы его не проектировали для бездорожья, то это просто отличный. Отличный результат. Легковушка борется с Нивой. Прямо колеса и газ в пол. Она уже выскакивает у тебя. Экологическая проходимость, потому что меня банально жалко, честно говоря. Ты же меня за руль посадить. Такие удары нет. Тебя за руль я не посадил. Тогда действуй. В пол. Почти. То ли она захлебывается, прям провал. Перед самой горкой какой-то провал идет. Вот кому фирма Ауди платит деньги. Только за деньги можно на собственной машине так газовать и пытаться одолеть эту гору. Кстати, пробой подвески были у тебя на сжатие? Да. На сжатие пробоев нет, она отбой стучит. В общем, я сдаюсь, мне ее жалко. Она так бьется бедная днищем, что банально просто мне ее жалко. Сказал Саныч на 85-й попытке, когда уже все оторвал, что можно. И как бы она, конечно, собственно, и бралась для всего этого. И, собственно, в общем-то, как бы ее вроде как не жалко, но все равно вот еще такой психологический маленький такой барьерчик есть. А это говорит о том, что если вы хотите забираться на такие горки, снег, дождь, грязь, я не знаю, по глиняным каким-нибудь там, косогором скакать, купайте вот такую машину. И запчасти везде есть. Ну, кстати, и на нее это везде есть. Ну, я уже сказал, что машина как бы достойно велась, я учитываю, что это легковой автомобиль, полноприводный. Вообще, можно сказать, с дорожным просветом, ну, чуть выше. Но на легковушке того времени они все примерно были такой вот дорожного просвета. Поэтому, ребят, чудо не произошло. Естественно, квадро, но здесь дело даже не в приводе, а в том, что это просто легковой автомобиль оказался хуже на бездорожке, чем мило. Но это говорит только о том, что нужно каждую машину использовать просто по назначению, вот и все. Да, и все современные паркетники она просто положит здесь. Но не все, конечно, но... Да, в общем-то, почти все. Блин, ну, вот на диагоналке с системами современными. Ну, даже X3 заедет легко, Q5 тоже заедет, похоже. Land Rover любой заедет легко. Там вот, да скорее всего, тоже заедут сходом. А там не заедут. Ты думаешь? Опять, да, потому что там просто что-нибудь оторвется. Ну, поцарапаешь, ну, заедут. Ну, может даже и не поцарапаешь. Там просто пампер в лоскуты, как это у нас уже было один раз. Но мы не скажем, что это была за машина, это был кроссовер. Да, современный. Мы не помним. Да? А ты забыл? Пустые. Да это не бампер. Да как это не бампер? Ну, так оторвали же. Так оно само оторвалось. Ну, кстати, да. Ну, современные машины, ребята, они вот такие, к сожалению, и дальше будет только хуже. А делают, потому что их из переработанных пищевых отходов. И тростника. И тростника. Сахар. А раньше делали из металла, который добывали шахтеры. Сейчас, увы, машины делают из, ну, вот, из всякого второсортного сырья. Шахтеры? Шахтеры. Ну, а кто? Да, конечно, шахтеры. Рудодобытчики. Да. Металлурги. Так что сегодня мы вместе с вами просто посмотрели очередной веселый видос «Ни о чем». Если хотите дальше смотреть такие веселые видосы «Ни о чем», подписывайтесь на канал. Не забываем ставить лайк. А если подписались, не забываем нажимать на кнопку колокольчик, иначе вам могут не приходить уведомления. Вот. Ну, а еще у нас есть канал «Авто Тут Лайв» и «Палыч Лайв». Там он вообще рассказывает о том, как он борется по жизни со своим УАЗом, и у него это не всегда получается. В общем-то, никогда не получается. У вас все равно одерживает верх. Один не справляюсь. Справляется человек 20 уже с ним. Раб УАЗа. Да. Ну, а мы, рабы, в общем-то, вот каких-то таких покатушек. Всего вам хорошего, отличного настроения. Пристегивайтесь ремнем безопасности. Ну, и, в общем-то, все. Bye.